Всем здорова, с вами Найт, и мы продолжаем проходить Доки Доки Плюс. В конце предыдущей серии, я уже когда закончил записывать, я вышел в эту менюшку и открылся еще один дополнительный сюжет. То есть, есть доверие, теперь здесь... А, было доверие, теперь есть еще и понимание. Я, как и говорил в какой-то из серий, я пока это проходить не буду. Ну, я хочу сначала пройти вот Доки Доки, потом дополнительный сюжет, а потом лазить по файлам, что там да и как. И, блядь, мне даже интересно, что на почту придет или нет, что-то здесь. Я, как вы можете заметить, сменил изображение рабочего стола. Я хотел подобрать что-то, что-то такое новогоднее более-менее. Ну, блин, в принципе, новогоднее может быть... Ну, я не знаю, либо вот это, потому что синий цвет, как будто людом все заделано позади Сайори. Да, я просто, ну, не знаю, вот новогоднего тут, к сожалению, нету практически нихуяшеньки. Можно это сделать, можно, 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 стихи нет, можно нацуки, можно вот так, можно так и так, это, это, это. Было бы очень, конечно, хорошо открыть что-то новогоднее. И вот это вот меня раньше ставил тут на рабочем столе. И уж тем более открыть какие-то эскизы, потому что как они открываются, я без понятия. Дополнения, пока я их не проходил и пока я не знаю, что там да и как. Так, я помню то, что в предыдущей серии мы остановились на том, что... Эм, вроде как... Ну да, остановились на написании стихов. Это всё, что я помню. А, ну да, и в нацуки помогали с этой, с мангой. А, или не, стоп Стоп, или нет, или Бля, я что-то не помню, по-моему А, ну да, мы нацуки Помогли с этой, с мангой А уже потом нам надо Показывать стихи, все, 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 я вспомнил А, кому теперь Я покажу свои стихи? Нацуки Мы показывали, так что Теперь давай-ка, ну, скажем так Давай-ка Монике покажем А почему бы и нет Привет, Найт, с нацуки нелепо все вышло, да? Приятно видеть, что вы двое так сошлись Эм, это как Как посмотреть Что ж, твои стихи Я уже прочитал Теперь ты можешь прочесть мои Мне нравится, что у тебя вышло Надеюсь, тебе тоже понравится Спаси меня Цвета, они не кончаются Яркие, прекрасные цвета Вспыхивают, разгораются Пронзают Красный, зеленый, синий Бесконечная какофония Бессмысленного звука Звук Он не прекращается Звук Накатывают С...кре... Чё? С...кре...же...щут Визжат Стрекочут Пронзают Синус, косинус, тангис, хуянгинс Как играть в классики На вращающейся подставке Как проигрывать Пластинку На круглой пицце Бесконечной Стихии Бессмысленного Тут немножечко С...эээээ...seы Съела страница Бессмысленного Загрузи меня Ааа, окей Я на этом моменте хочу сохранить А мне игра не дает на паузу поставить Окей Понятно Не, в любом случае А, ну да, у нас же это, загрузочка есть Если что Хм Эти стихи еще более абстрактны, чем в прошлый раз, да? Стоп, а у меня есть вопросик А что если я сейчас загружу Моника И что-то изменится или нет? Нелепо вышло Так, сошлись, а с какой стороны посмотреть Бесконечный Нет, ничего не поменялось Я думал, может быть что-то изменится, нет Эти стихи еще более абстрактны, чем в прошлый раз, да? Хе-хе Это мой стиль Жалко, если тебе не нравится Я такого не говорил Но мне прежде никогда не приходилось такого читать Но Моника уже потихоньку разбивает четвертую стену Я люблю играть на бумаге с пространством Выбирать где и как делать разрывы между словами Это может изменить весь настрой стихотворения Как по волшебству Я специально делаю строчки очень короткими Чтобы казалось, будто они пытаются перекричать шум Ясно Но я все равно не очень понимаю О чем это? Хе-хе Иногда не стоит спрашивать О чем эти стихи Это неверный вопрос Стихи могут быть абстрактными Могут быть физическим выражением эмоций Или разговором с читателем В этом смысле не все стихи Непременно должны быть о чем-то В общем Свет начинающему автору от Моники Иногда тебе предстоит принимать непростые решения В такой ситуации Никогда не забывай сохранить игру А вот про это я как раз тогда говорил То, что сейчас будет, сейчас будет А я в итоге этого не было Вот, теперь вот оно от Моники Кто знает, вдруг ты потом передумаешь Или произойдет что-то неожиданное Ой, стоп Это разве совет начинающему автору? О чем я вообще говорю? Хе-хе Это был мой совет на сегодня Спасибо за внимание Кому теперь я покажу свои стихи? Ааа, давай, 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 Юрсу Затем Сайори Ааа, моя очередь Посмотрим, изменилось ли что-то с прошлого раза Ммм, ясно Это стихотворение немного другое Я уважаю тебя за то, что ты пробуешь разный стиль, Найт Ты вдохновился манерой Нацуки? Или, может, Сайори? Ну, наверное, можно сказать и так Я так и подумала Что ж, я рада за тебя В моих стихах тебе незачем искать вдохновение И пишу их для себя Не для кого другого Так что мне не нужно ничего одобрения На самом деле Юри Че у тебя, блин, сиськи опять в разные стороны? Ты че расстроена, что ли? Ш-ш-ш-что? Извини за прямоту, но ты просто себя накручиваешь У нас может быть разная манера письма Это не значит, что твои стихи мне не нравятся Но если бы я попробовал что-то написать в твоем стиле Вышла бы, мягко говоря, ерунда Ясно Мне очень жаль Моя глупая голова иногда устраивает мне такое В общем, не бойся смелых экспериментов Метафоры могут дать тебе очень много Не пытайся заставить свой мозг работать как часовой механизм Позволь своему разуму вольно парить на волнах эмоций А, кстати, я не помню, говорил я в предыдущей серии или нет Но под одним из видеороликов Мне написали то, что Ты сочиняешь стихи прям как Декард С одной стороны Прикольно С другой стороны Ну, прикольно, потому что я Пару видеороликов от него видел Но с другой стороны Как бы, ну, окей Бывает такое И записывай все, что ты видишь и слышишь Только так ты позволишь читателю взглянуть тебе в душу Это очень интимно Понятно Я не хочу ей ничего пошлять, но у тебя душа в пизде находится, что ли? Очень интересно Спасибо за совет У меня есть Пример чего-то подобного, если хочешь почитать Конечно Это стихи, которые ты написал для сегодняшнего чтения? Юрий Кивайта смущенно протягивает мне свое стихотворение Енот Это случилось в тишине ночной В час, когда я поддалась соблазну И пошла резать хлеб Чтобы перекусить Мое внимание привлекло шуршание енота за окном Полагаю, это был первый случай Когда я обнаружила, что являюсь не совсем обычным человеком Я дала еноту кусок хлеба Хоть мое подсознание и осознавало последствия этого поступка Оно знало, что если накормить енота Он всегда будет хотеть еще Это, блять, стих вообще или что? Или сочинение, как я провел сегодняшнюю ночь? Я не поэтолог, но, блять Мне кажется, то, что белая береза под моим окном Лезу два валера, жара снег с ебучим серебром Звучит намного поэтичнее, чем вот это Я просто, ну, не понимаю Может быть, тут еще и подизменили стихии Но, помимо вот штрихтов Но, что-то на стих это не похоже Завораживающая красота кухонного ножа была симптомом Хлеб моим ненасытным любопытством Денот потребностью Луна растет, меняя фазу лезвия ножа Отражает все больше лунного цвета Того же отраженного света От которого блестят глаза моего друга енота Я режу хлеб, свежий, мягкий хлеб Енот приходит и в возбуждение Или, возможно, это просто проецирует свои эмоции на то, что насытившееся животное А, на только что насытившееся животное Енот теперь постоянно ходит за мной Можно сказать, мы друг к другу привязались Он хочет есть все чаще и чаще И мой хлеб приходится как нельзя кстати Енот приходит в возбуждение каждый раз Когда я достаю кухонный нож Приток крови Типичный условный рефлекс Я нарезаю хлеб И снова себя насыщаю Стоп, то есть она считает себя енотом? То есть она к себе приходит Берет нож, режет хлеб Себя кормит и считает Уж все, я накормила енота Нихуя себе Шиза по имени енот В этом стихотворении я же зашла чуть дальше, чем вчера Я не знаю с чем С веществами или чем Потому что это на стих ни разу не похоже Я вижу Тут куда больше символизма Не знаю, что со мной не так Но я вообще не могу понять О чем речь в этих стихах Да, это намного ближе к тому стилю, который я предпочитаю Стиль сочинения Когда это нихуя не похоже на стих А просто, ну типа Я пошла на кухню, взяла нож Пришел енот Ну как я могла ему отказать? Он насытился, я возбудилась Ему нравится мой хлеб Все, что я понял из этого стиха Для меня поэзия это холст На который я выплескиваю краски образов Для отражения эмоций Если воспринимать это все в прямом смысле Тут вообще ничего не понятно А, блядь, там это Озвучку опять перепутал Ну, по-моему, каждый человек хочет увидеть тут нечто свое Близко ему одному Я хотел передать ощущения тех моих увлечений Которые мало кому понятны Я никому не рассказываю о таких вещах Но мне порой нравится о них писать Тебе нравится кормить енотов? Да пожалуйста Хм, забавно Нацки, кажется, написала что-то в том же духе О том, как люди высмеют чужие увлечения Которые им непонятны А? Что, правда? Да Она говорила, что человек может увлекаться чем угодно Пока это никому не причиняет вреда Да, она права То есть Она действительно так считает? Да У вас с ней это общее, похоже Это... Да, это неожиданно Я ее воспринимал как человека Который первым посмеялся бы над моими увлечениями Выходит, я была к ней предвзята, да? Ох, прошу себя А, прошу тебя Только не говори ей, что я так сказала Хм, не переживай У меня нет такого повода это делать Таааак В общем, спасибо тебе за стихи Если не признавать за собой право быть странным Впору было бы себя возненавидеть Я, наверное, сейчас не собред Но ты так хорошо умеешь слушать Кому теперь я покажу стихи? Хм, какой же, блядь, огромный выбор Стул, хочешь ли я тебе стихи покажу? Занавеска? Карта или что это за хуйня? Доска? Вот напишите в комментариях Кому мне показать стихи? Ну ладно, так уж и быть, Сайюри Ооо, мне это очень нравится, Найт Такие замечательные эмоции Вот и хорошо Так это лучше вчерашнего или нет? Хм, дай подумать Не знаю Мне это и то понравилось Хи-хи А не очень-то это мне помогло Мне трудно судить те стиха Хорошие они или плохие Так что я слушаю голос сердца Если стихи пробуждают во мне эмоции Значит, они хорошие Точно не знаю, как это получается Но умение передать свои чувства Это очень важно для творчества Да, она... А, блядь, это Сайюри А чё тут эта плашечка не показывала То, что Сайюри базарит В смысле? Она хлебаленько прикрыл Я думал, что это мысль главный гер... Окей Честно говоря, я ведь даже не знаю Какая манера письма тебе по душе Точно Я тоже Ооо Интересно А может тебе стоит поразмыслить об этом? А, ты хочешь что-то сочинить для меня? Это так мило Конечно, конечно Ты всегда так забытишься о других Но иногда надо и о себе подумать А то рано или поздно тебе плохо придётся А? Ну... Я не очень понимаю, о чём ты Но постараюсь не забыть Только черешню не надо включать, окей? Ладно Итак А? Наверное, мне нравятся радостные стихи Нет Иногда печальное нравится тоже А иногда и то, и другое вместе Для этого есть особое выражение, да? Как же это говорят? Блять, по-моему По-моему, по-моему, по-моему Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Что-то любишь И что-то пиздец как ненавидишь Если я что-то не так Это объяснил То блять Я просто услышал Определение этого слова И вроде кое-как я его запомнил Горькая радость Точно Я люблю радость и люблю печаль Радость и печаль? Не могу представить Чтобы тебе нравилось что-то грустное В общем Больше всего мне нравится радость Но иногда маленькая тучка в голове Это тоже неплохо А, все, то есть Сайори По чуть-чуть тоже выкладывает Моника по чуть-чуть выбивает с ноги Четвертую стену Сайори по чуть-чуть выкладывает Что у нее на душе творится Какой пиздец там происходит И вроде-вроде как А, ну да Зюиль тоже Начала выкладывать то, что про кухонный нож И енота, который любит ее хлеб Мне кажется, с новыми стихами Еще что-то откроется Я просто сейчас пытался подумать Блин, может быть и нацуки что-то Не, у нацуки только манго Почитаешь грустные стихи и сразу хочешь свою эту тучку обнять Чтоб показалась красивая радуга Сайори, да ты настоящий поэт Что, правда? Неужели я наконец научился выражать свои чувства? Спасибо, Найт Надо это срочно записать Можешь пока почитать мои стихи Бутылки Я снимаю с себя скальп Словно крышку коробки с печеньями Это тайное место, где я храню все свои мечты Маленькие шарики солнечного света Зерзучие внутри, словно котята Я запускаю туда руку и вынимаю один из шариков Он теплый, он меня успокаивает Но не будем терять времени Я кладу его в бутылек Так надежнее Я ставлю бутылек на полку к остальным таким же Счастливые мысли, счастливые шарики стоят в бутылках на полке Из-за моей коллекции у меня много друзей В каждом бутыльке звездный свет Он делает всех добрей Иногда у друзей что-нибудь случается Ну и пусть, ведь для этого я и держу на полочке бутылки от грусти Чем больше ночей проходит, тем больше снов Чем больше друзей приходит, тем больше бутыльков Пальцы мои каждый раз опускаются глубже и глубже Исследую темную пещеру Открываю секреты в ее самых потаенных уголках Раскапываю все глубже и глубже Забираю все больше Я сдубаю пыль с крышек Время, кажется, остановилось Почти опустела полочка моя У входной двери снова собрались друзья Вот, наконец, я готова Я открываю дверь и впускаю их Они валиваются в такой спешке Неужели им так нужны мои бутылки? Я снимаю их с полки Один за другими и раздаю друзьям Каждому, кто пришел Все бутылки до последнего Но стоит... Так, блядь, я потерял где? Блядь Так, открываю дверь Я снимаю с полки Каждому, кто при... Бля, где я... Окей, я открываю дверь и впускаю их Они валятся в такой спешке Неужели им так нужны мои бутылки? А я снимаю их с полки Один с другим и раздаю друзьям Каждому, кто пришел Все бутылки до последнего Но стоит мне разжать пальцы Как будто лег, падает и разбивается Счастливые мысли, счастливые шарики Лежат во скоклах по всему полу Они предназначались для моих друзей Которые больше не улыбаются Они кричат, умоляют, о чем-то просят Но все, что я слышу, лишь эхо, эхо, эхо В моей голове Ну да, тут тоже раскрывается, что у Сайори В голове тот еще пиздос может происходить по эмоциям Обалдеть Сайори, это правда ты написала? Само собой Я же вчера обещала, что напишу лучшие стихи на свете Да, но... Нахуй скальпс, мать? Я такого от тебя не ожидал Моника многому меня научила У меня в последнее время столько эмоций Это я вижу Знаешь, что-то даже слегка стремно Стремно? Не совсем, но... Может я просто привык к тому, что ты всегда такая солнечная? В общем, ладно Я о чем-то не том думаю Главное, у тебя отлично получилось Можешь собой гордиться Ого, спасибо У меня такое чувство Мне кажется, именно так я и должна выражать свои эмоции Смотри, ээээ... Не, не черешничь, блин Не вырази эмоции слишком уж глубоко Это помогает мне лучше разобраться в себе Творчество – это волшебство Ты всерьез увлеклась, я смотрю, да? Надеюсь, ты не бросишь Точно! Сочинять это круто! Я буду делать это до самой смерти! Ну в этом я не сомневаюсь Ха, не забегай вперед Саверя вечно чем-то увлекается Падает вот с головой А потом через неделю бросает Ну или зависает Как когда приходится Интересно, сейчас будет так же или нет? Но мне трудно быть пессимистом Когда я вижу, как у нее горят глаза Бля, может быть у нее глаза загорелись Когда она про черечню вспомнила У меня есть идея Ну что, друзья Все поделились друг с другом стихами, так? На сегодня я тут планировал кое-что еще Пожалуйста, подсаживайтесь поближе Это насчет фестиваля? Вроде того Фу, а нам обязательно что-то делать для фестиваля А, вот как раз про фестиваль Все равно за пару дней мы ничего толкового не придумаем Только зря опозоримся И никто к нам все равно не придет Меня это тоже беспокоит Готовиться к последнюю минуту И в последнюю минуту я не умею и не успею Да не волнуйся ты так Мы не станем сильно заморачиваться Понадобится всего лишь пара мелочей Да, я знаю про эти мелочи, которые будут Сайори делает плакаты А я сочинил листовки, которые можно будет раздавать Это все, конечно, замечательно Но я до сих пор не понимаю А что мы будем делать на этом мероприятии? Ух, прошу прощения, я думала все уже в курсе Мы будем выступать Выступать? Ээээ, Моника Да, у нас будут поэтические сочинения А каждый из нас берет стихотворение И прочитает его на фестивале И главное, гостям мы тоже предложим прочитать стихи Сайори все распишет на плакатах Чтобы желающие успели подготовиться Хи-хи-хи Сайори, который сидел и раскрашивал плакат Поднимает его на всеобщее обозрение Моника, ты шутишь что ли? Ты, ты правда ведь еще не развесила всюду эти плакаты? Почему? Конечно, развесила Ты считаешь, что это плохая идея? Нет, идея неплохая Но я на это не подписываюсь вообще-то Я не собираюсь выступать и читать слов стихи Я согласна с Нацуки Я никогда в жизни не смогу ничего такого Юли трясет... А, Юрий трясет головой от страха Послушайте Нет, Сайори Я понимаю, в чем дело Вспомни, до недавних пор Нацуки и Юрий Ни с кем не делились своими стихами Ты требуешь от них слишком многого Когда хочешь, чтобы они выступили перед залом Где будет полно народу Ох, об этом я и не подумала Мне очень жаль Но Я все равно считаю, что мы должны постараться как следует От нас зависит судьба литературного клуба Если мы устроим чтение И каждый выступит интересно Это вдохновит других и сделать то же самое И чем больше народу вступит Тем проще будет показать, в чем суть литературы Точно В том, чтобы выразить свои чувства Лучше познать себя Расширить свои горизонты И развлечься Сайори Ну я знаю, как ты развлечешься в эти выходные Прям зависнешь капитально Точно Поэтому мы и приходим в этот клуб Разве вам не хочется поделиться этим с другими? Вдохновить их Подарить те же эмоции, которые привели сюда вас самих Я уверен Вы этого хотите Мы все этого хотим И если все, что нам для этого надо Это выйти на сцену и две минуты прочитать стихи Я не сомневаюсь, что вы на это способны Блин, как я помню Вот Мастер, который обучал на нас Говорила про диплом То, что ну вы выйдете Перед этой Блять Как там ее коалиции А, вот председателями Зачитайте диплом Да и все Это две минуты позора Но потом у вас будет диплом И все И затем я рассказал диплом На отлично даже При том, что я знал из пяти И блять, или сколько там Из тридцати с лихуем страниц Всего лишь Один абзац С самого начала диплома Все, больше я нихуя не знал Мне сказали О, тут даже в градусах Ты знаешь как Нихуя себе Все, иди Отлично Я вышел из таких взгляд Типа, это что, блять, сейчас было Ну, а некоторых мурыжили до последнего Нацуки Юри хранят молчание Юри с беспокойством оглядывается Похоже, выбора у меня нет Я согласен Я считаю, что это не слишком сложно Сайори и Моника Очень стараются привезти клуб в новичку Самое меньшее, что мы можем сделать Это им помочь Ну, возможно Однако Кажется, у Нацуки не осталось возражений О, ладно, договорились Как-нибудь я это переживу Отлично Фух Спасибо, Нацуки А ты что скажешь, Юри? Ну, что она скажет Она тоже согласна Правда, она немного смущается Потому что, ну, видишь, Моника У нее сиськи в разную сторону Юри облеченно смотрит на остальных Они замерли в нетерпении Ох, я так понимаю Выбора у меня нет Ага, значит все за Юри, ты просто супер Этот клуб меня рано или поздно прикончит Тихо Не спойлери Ой, мамочки Юри, все будет хорошо А теперь Моника, именно поэтому у тебя Пот Потек на лице Да все будет нормально Хе-хе-хе Хе-хе-хе Да Давайте поговорим о главном Я хочу, чтобы каждый из вас Выбрал одно из своих стихотворений Мы потренируемся читать своих вслух Перед друг другом Не-не-не-не За что? Моника Нельзя же так сходу Послушайте, если вы здесь в клубе Стесняется считать стихи Как же вы собираетесь выступать Перед незнакомыми людьми? Да что ж такое Ты не волнуйся Я выступлю перво Чтобы всем стало проще А можно я за тобой? Хе-хе, конечно Ну что ж, Моника заставит свой блокнот в поисках нужного стихотворения. Потом она поднимается на возвышение. Стихотворение называется «Как они летят». Моника начинает читать стихи. Её чистый, уверенный голос наполняет помещение. Она читает безупречно, с выражением. Она точно знает, как подчеркнуть эмоции каждой строчки. Слова обретают жизнь у неё на устах. Она уже выступала со сцены раньше, или это природный талант? Я кидываю взглядом в клуб. Все взгляды умостремлены на Монику. Сайори выглядит зачарованный. Юри смотрит с напряжением, которого я не понимаю. Моника наконец заканчивает читать. Мы вчетвером аплодируем. Моника делает глубокий вздох и улыбается. Это было замечательно, Моника! Спасибо большое. Я надеялся вдохновить вас своим примером. Ты готова выступить со Юрией? Я хочу прочитать. Ого! Это внезапно подала голос Юрия! Сжимая в руках листок бумаги, Юрия поднимается с места. Не поднимая головы, она торопливо проходит на возвышение. Это стихотворение называется... Юрий тревожен смотрит на каждого из нас по очереди. У тебя все получится, Юри! Оно называется... После образа багряного ока. Ээээ, чё, блядь? Ее голос Юрия дрожит, когда она начинает читать свои стихи. Совсем недавно она наотрез отказывалась сделать это. Что же заставило ее внезапно передумать? Почему она так старается? Юрия какое-то... А, кое-как справляется с первыми строчками. Ее голос крепнет. То же самое происходит, когда Юрия увеличенно говорит о книгах. Голос перестает дрожать, обретает резкость и отчетливость, когда она читает пылко и уверенно. Стихи полны неожиданных поворотов и стилистических тонкостей, которые она идеально выделяет и подчеркивает. Это тот редкий случай, когда Юрия приоткрывается с неожиданной стороны и показывает, какие бездны таятся в ее сознании. Наконец, она заканчивает читать. Все потрясены. Юрия возвращается к реальности. Растерянно смотрит по сторонам. Она явно и сама от такого себя не ожидала. Я... Пора спасать положение. Я начинаю аплодировать первым. Все присоединяются ко мне, и Юрия получает признание, которого она заслуживает. Ведь мы действительно хотели ей похлопать. Просто замешкались на секунду. Юрия своим чтением застала нас врасплох. Пока мы аплодируем, Юрия прижимает стихи к груди и торопливо возвращается на свое место. Юрия, это было замечательно. Спасибо, что ты нам это прочитала. Ну что ж, Юрия выступила. Ладно. Давайте теперь я. Сюрия вскакивает со стула и радостно мчится к возвышению. Стихотворение называется «Моя поляна». С водярой. Заебись. Уважаю. О-о-о-о-о. Ха-ха-ха. Простите, смешинка в рот попала. Хе-хе. Саюри. Это куда труднее, чем я думала. Как вам это так запросто удалось? О-о-о. Постарайся не думать о том, что ты читаешь это другим людям. Представь, будто читаешь сама себе, перед зеркалом, или просто в своей полголове. Это же твои стихи. Все отлично получится. Все ясно. А, ясно, ясно. Ну, хорошо. Саюри начинает читать. Ее нежный голос как нельзя лучше подходит к этим строкам. Стихотворение не кажется бессмысленно веселым, как сама Саюри. Оно умиротворенное, и в его сладости есть нотки горечи. Если бы мне довелось прочитать это на бумаге, вряд ли мне бы понравилось. Но когда Саюри читает вслух, ее слова обретают новый смысл. Может, именно это Саюри имел в виду, когда говорила, что ей нравятся мои стихи. Я как будто смог заглянуть другому человеку в душу, хотя думал, что ничего нового там для себя не открою. Саюри заканчивает читать, и мы аплодируем. Я справилась! Молочи на Саюри. И даже на это восторги. Мне кажется, это хороший знак. Я уверен, охуенный знак будет. Ты о чем вообще говоришь? У тебя отлично получилось, Саюри. Настроение от этих строк очень тебе подходит. Хотя, мне кажется, другие стихи с такой подачей звучали бы не настолько удачно. А? Чего-то я не поняла. Я хочу сказать, что у тебя есть стихи, который нельзя читать настолько мягко и нежно. Иногда нужно вкладывать в чтение чуть больше страсти. Зависит от того, что ты читаешь. А, я знаю, о чем ты говоришь. А, в общем-то... Вообще-то я тренировалась. Просто стесняюсь пока перед всеми. Хи-хи. В следующий раз я предложу тебе выбрать более сложное стихотворение. До фестиваля у нас времени в обрез. Ты же помнишь? А, ну ладно. Итак, кто следующий? Она забабахивает... Охуянный номер со стихами. Прям вишенка на торте будет. Нацуки. А, пусть первонайт выступит. Я вам всем в подведке не гожусь. Пусть нацелегко снизит стандарт качества, а потом уж и я выступлю. Нацуки. Да ничего, все нормально. Уж проще отстреляться и все. Но у меня не сильно богатый выбор. Придется читать то, что я зачинил на сегодня. Я поднимаюсь и иду к возвышению. Все смотрят на меня и становится до ужаса неловко. Я читаю свои стихи. Поскольку я в себе не уверен, мне трудно декламировать с чувством. И все равно, когда я заканчиваю, мне хлопают. Простите, я намного хуже, чем вы все. Да не переживай ты так. Мне кажется, проблем не в твоих способностях. Ты просто не уверен в том, что ты пишешь. Со временем станет полегче. Да, возможно. Ну хорошо. Осталась только ты, Нацуки. Да-да. Иду уже. Нацуки неохотно понимается с места и идет к возвышению. Стихотворение называется... Называется... Что вы так все на меня смотрите? Потому что ты выступаешь. Эээ. Ладно, стихотворение называется «Прыгай». Нацуки делает глубокий вдох. Стоит ей начать и неуверенность понемногу рассеивается. Она по-прежнему читает без огонька, но в стихах ощущается живой ритм. Это фирменная фишка Нацуки. Ее стихи очень выигрывают, когда их читают вслух. Слова прыгают как мячики и строчки оживают сами собой. Когда Нацуки заканчивают, все хлопают ей. Она с ворчанием возвращается на место. Не так уж и плохо получилось, правда? Тебе легко говорить. Не заставляй меня больше этого делать. Но... Ты чувствуешь себя достаточно подготовленной, чтобы читать стихи перед другими людьми, да? По-моему, делать это перед посторонним будет намного проще. Я любую маску могу для чужих натянуть. Но когда тут только мои друзья... Я стесняюсь. Ты меня удивляешь, Нацуки. У меня все наоборот. Ну, вот как оно и есть. В таком случае, я думаю, тебе нечего волноваться насчет фестиваля. И больше вам всем спасибо... А, и большое вам всем спасибо за участие. Это было непросто, но теперь вы понимаете, что от вас требуется. И не забудьте подобрать стихи как следует, потренироваться перед выступлением, ладно? Я займусь листовками, так что сообщите мне заранее, что вы будете читать. Ну, блин. Наверное, мне стоит найти стихи другого автора. Так тоже можно. Никто не обязан читать свое. Я и без того не нарадуюсь, как ты ради клуба стараешься. Это просто чудесно. Да ладно, не стоит так говорить. Ну что, друзья? Думаю, на сегодня все. Чуть-чуть жопу поправлю в кресле, а что-то я съехал. Я напомню, что фестиваль приближается. Но давайте попробуем что-то сочинить и на завтра. У нас до сих пор все так хорошо получалось. Не надо останавливаться. Что касается фестиваля. Завтра мы закончим обсуждать наши планы. А потом у нас будут выходные на подготовку. Понедельник важный день. Жду не дождусь. Я справлюсь. Я смогу. Ну все. Я поднимаюсь с места. Во мне нет и не будет того энтузиазма, что у Моники и Сайори. Но я сделаю все, что смогу. Нужно ради клуба. И чтобы произвести на Монику впечатление. В общем, придется постараться. Ты готова с Сайори? Само собой. Я смотрю, вы вечно вдвоем домой уходите. Это так трогательно. Хе-хе. Да ну. Это ерунда вообще. Ужасно. Милая ерунда, если честно. Ну, по-моему, раньше такого диалога не было. Если я не ошибаюсь. Ооо. И как прикажете на это отвечать? Все в порядке. Найт, ты не обязан ничего говорить. Ладно. Пойдем уже. Я снова иду домой с Сайори. Хотя прошло всего несколько дней, многое изменилось. Но сегодня Сайори выглядит необычно притихшей. Эй, Сайори. А? А, прости, я замечталась. Ничего удивительного. Я тут думала о кое-чем. Мне нравится то, как мы с тобой... Ну, эээ... Сайори путается в словах. Вот представь, если в один прекрасный день Натюки попросит проводить ее домой. Чего? Что ты сделаешь? Я тучу еще за вопросы такие. Ты меня немного озадачила. Хе-хе. В общем... Эээ... Блядь. Я понял, к чему тут все идет. Понятно. Понял, принял. Эээ... Ну, блядь. Ммм... Не, раньше я отвечал на Сайори. То, что я в любом случае пойду с тобой домой. Но... Эээ... Яцуки Натюки попросят. Я пойду со ней. Хотя, если представить, что мы идем домой с Натюки... Эээ... Почему от одной этой мысли у меня начинает колоться сердце? Я хочу сказать... Мне страшно представить, что она со мной сделает, если я ей откажу. Но ведь правда она симпатичная. И с ней прикольно. И это никакого отношения имеет к тому, о чем я говорил. Хе-хе. Вот и признался. Ну, блин. Я считаю, что нет никакого смысла рассуждать о том, чего никогда не будет. Может и так. Но мне нравится об этом думать. Скоро я стану тебе не нужна. Ты это понимаешь? В смысле не нужна? Вот Натюки выебит мозга этому... А, ну у нас не Семен, у нас тут Найт. Вот Найту выебит мозга. Мозга. И... Найт придет, блин, к тебе бухать. А ты будешь, блин, его подпивасником. Тоже хорошо. Не нужна. Сайори. Я понятия не имею, что за картина сейчас у тебя в голове. Извини. Все люди разные. А никто в клубе не может тебя заменить. А если ты так считаешь... Разговор повисает в воздухе. И я чувствую неловкость. Но она сама виновата. Зачем было задавать такие нелепые вопросы? Вот действительно. Я же не могу ей лгать. Но если что-то делать ее счастливой, мне бы не хотелось отнимать это и у нее. Поэтому я сказал, что нет смысла гадать на кофейном гуще. Хотя до фестиваля еще несколько дней. Кто знает, что за это время может случиться. Очень многое может случиться. Так, у нас опять написание стихов. Фух. Применяем свои поистические навыки. Бля, жаль то, что нельзя завуалировано. Тут деда Максима написать. Типа, вот и помер милый кавайный дед Максим. Да и с носком, с кавайным с удовольствием остался хуй с ним. Нужно так. Вот как обыграть? Вот и помер дед Максим. Типа, скажем так, скажем так. Ну, это праздник, но хуёвый достаточно, что вот и помер дед Максим. Так, ну и хуй остался с ним. Это как нам обыграть? Типа, ничего не осталось. Так, Валентинка очаровать. Ну, то есть, он, 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 он. Очаровать. Да, блядь, я хочу на нацики выйти. так так положили его в гроб счетом ну типа как конфету в упаковку заворачивают также его затем 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 такую перся в потолок как это мне обыграть так 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 ну чпоньк вот сам бы идеально что подходит так чё там дальше было положение в гроб хуй уперся в потолок и соседку тетю зину он ебал через корзину так это как так 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 давай чудо да блять да и вот это вот и хуйня должна прыгать кого естественно он кого и на все это начал делать так а соседок дядю гришу хуем криски кину через крышу так путешествие ну как бы это же путешествие дает то что дядя гриша про путешествую немного вот так затем 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 вертеться ну да он там же вертел еще что-то такая соседу дядя гришу хуем кинуть через крышу чё там так блять короче я не помню что там еще было можно добавить к примеру ну то что няшно это само собой дед максим он няшный потом затем 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 облака ну дядя гриша он же полетел через крышу он увидел облака блять мне хочется сейчас стать и текст этого этого деда максима так нахую вертел шашлык это понятно что вертел так гражданскую войну что-то там спас дивизию одну мост над речка притянул так значит 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 спас дивизию одну спас это значит у людей счастье то что он их спас затем 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 ну чё сказать еще там сахар прыгать да 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 Zombi ну чё-то там хуй на длее да рад речка притянул так вселенного столе нал modest раз увидено пригучая ну да запугай у хую и это у деда максим и так затем Так, 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 так Он залупу и тряхнул Всех фашистов, нацистов Речку окунул Так Ну, скажем так Как зефирка Он их и да, окунул Так, затем, затем, затем Затем Ну, может быть, и носок подойдет Типа Мало ли Так Ну, и юбка, может быть, тоже Типа Он же своим этим заклятывал Куда-то, ну, не знаю, там Под юбку Так, затем, затем Ну, опять полет И, естественно О, дед Максим в аниме Вот, сто процентов Так, шоколад, дезориентация, аура Неразделенная, папа А, ну, я не знаю Худи до Максима видел шоколад или нет Ну, давайте, окей, шоколад Я не знаю, что за шедевр получился О, нет Опять я сегодня последняя Не переживай Мы с тобой, считай, на входе Столкнулись Ты снова играл на пианино? Да Ха-ха Сколько же тебе упорства Клуб организовала Теперь еще и на пианино учишься играть Я бы не назвала это упорством Наверное, это увлеченность Не забывайте Никакого клуба не было бы, если бы не вы все Я счастлива, что вы все хотели поучаствовать в подготовке к фестивалю А, фестиваль, жду не дождусь Будет круто А? Ты же вроде вчера недовольна, нацики Ну да Я не говорю про то, что мы будем делать на фестивале Но когда еще в школе можно целый день развлекаться И вокруг полно вкуснятина Ты внезапно заговорила, как Сайори Моника А жареные кальмары там бывают? Кальмары? Что за странный вопрос? Да ладно тебе Хочешь сказать, что ты кальмаров не любишь? Такого просто не может быть А я... я не говорил, что я их не люблю Но почему ты сказала, что такого не может быть? Потому что... Это же в твоем имени Че-то я нихуя не понял В смысле в твоем имени? Мон-и-ка А? Мое имя совсем не так читается И вообще, это шутка теряется при переводе А? Ладно, не важно Я не знаю, возможно, японский это что-то обозначает Но... ну типа как Ичи-го Хиру Хачи-року Ну типа Хачи, который поклоняется Року Но больше я нихуя не понимаю, в чем смысл этой шутки Давайте пока сосредоточимся на нашем представлении Хе-хе-хе Подумаешь Ты все равно не так смешно реагируешь, как Юри или Сайори Прошу меня извинить Кстати, а где Сайори? А, вот ты где Сайори сидит за партой в дальнем углу и смотрит в пустоту Я подхожу к ней Привет, Сайори Я машу руку у нее перед лицом А? Ты опять замечталась? Ха-ха Хе-хе Прошу прощения Не обращай на меня внимания Иди пообщайся с другими Эээ Все в порядке Да, конечно Что может быть не так? Мне просто кажется, что с тобой что-то неладное Прости, если я накручиваю Там о меня слишком много беспокоишься Я в полном порядке, видишь? Сайори широко улыбается Не хочу тебя отвлекать А, это Сайори Не хочу я тебя отвлекать Иди веселись с остальными Ну, хорошо Как скажешь Я бросаю на Сайори беспокойный взгляд Прежде чем повернуться к другим девчонкам Но они больше не болтают между собой И каждая занялась своим делом Может, стоит спросить Монику Не замечала ли она За Сайори что-то необычного В последнее время Или же готовится к фестивалю А, они же готовятся к фестивалю И проводят вместе много времени Я смущенно подхожу к Монике Которая перебирает бумаги у себя на столе Найт, что случилось? Наверное, тебе это покажется немного странным Но... Ты не заметила за Сайори Ничего необычного в последнее время? Как будто с ней что-то не так В каком смысле? Может, я зря беспокоюсь Но... Какая-то она сегодня печальная Да, ты так думаешь? Если честно, я ничего особого не заметила Моника косится на Сайори Которая по-прежнему сидит в своем углу И бесцельно возит по парте ластиком Может, она просто о чем-то задумалась? Странно, что ты у меня об этом спрашиваешь, Найт А не наоборот Ты же знаешь ее куда лучше, чем я Да, но она никогда себя так не ведет Она всегда мне рассказывает Если что-то ее беспокоит А сейчас я у нее спросил И она отмахнулась Прости, я понимаю, что тебя это не касается Я просто подумал Вдруг ты что-то знаешь Если нет, то и... ладно Нет-нет Меня это очень даже касается Я ведь тоже с ней дружу И ты знаешь Для меня это очень важно Чтобы в клубе всем было хорошо Может, мне самой с ней поговорить? Думаешь, поможет? Мне показалось, она хочет, чтобы ее оставили в покое Точно? Что если она просто не хочет ни о чем рассказывать? Заинтересованному лицу Заинтересованному лицу? В каком смысле? Я хочу сказать, что у вас заможна Все ее мысли о тебе, Найт Обо мне? С чего ты это взяла? Ну... Наверное, мне не стоило бы от этого распространяться Но... Сайори вообще-то о тебе очень много говорит А? С тех пор, как ты пришел в клуб Она так и сияет В ней как будто лампочка зажглась Что? Да, не... Сайори она... Такая всегда Светится как солнышко Ничего в ней не изменилось Хи-хи... Смешной ты, Найт Тебе не приходило в голову, что ты всегда видишь ее такой радостной? Потому что она так себя ведет с тобой Кажется, я ляпнула лишнее Извини Откуда мне знать, в конце концов? Я не хотела тебя ни в чем убеждать Так что лучше забудь и весь этот разговор Я попробую с ней поговорить Не беспокойся О, хорошо Моника многозначительно улыбается Я помню, что она велела мне не беспокоиться Но мне никак не удастся выбросить ее слова из головы Моника поднимается из-за парта и идет туда, где сидит Сайори Я вижу, как она присаживается перед ней на корточке и с улыбкой что-то говорит Но она не повышает голос и со всего... А, со своего места я ничего не могу услышать Я со вздохом сажусь на свое место Да, конечно, Сайори сказала, чтобы я о ней не думал и общался с остальными Но это невозможно, когда она себя так ведет Насколько же я сильно к ней привязан, если меня это тревожит Теперь мне кажется, что я сам веду себя немного странно Но с этим ничего не поделаешь Надо ожидать возвращения Моники Привет А? Я поднимаю взгляд и вижу, как ко мне подошла Нацуки Так и будешь сидеть и пялиться в пустоту? Времени мало осталось, так что... Извини Я не думал, что тебя это встревожит Да, ничего меня не тревожит Я просто... Нацуки опускает взгляд В руках она сжимает томик манги А, да Меня просто кое-что отвлекло Но мы можем начать прямо сейчас Я не стану заставлять тебя ждать Ну, блин Ты так говоришь, как будто липучка какая-то Если тебе не до того, скажи, я оставлю тебя в покое Я хочу сказать Если, конечно, ты не захочешь рассказать, что тебя тревожит Последнюю фразу она смущенно бормочет себе под нос Не, это я накручиваю лишнее На самом деле наверняка все в порядке Я думал про Саюри Вот и все С... Саюри? Ты думал о ней? Ну да Да, она сегодня какая-то грустная Но мне она не захотела ни о чем рассказывать Вот я и беспокоюсь, что же с ней не так А, нацуки выдыхают Для начала Тебе стоит поработать на подбором слов А теперь Ты же ее лучший друг, верно? Вроде того Да В таком случае я считаю, что ты должен быть более... чуть больше ей доверять Если бы ты смог ей чем-то помочь, она бы к тебе к первому оборотилась, верно? Наверное, ты права Слушай, у людей бывают разные дни От этого никуда не деться Скорее всего, это какая-то мелочь И не хочется, чтобы ты из-за нее беспокоился В общем-то, да Она мне примерно так и сказала Может, я зря ее не послушал Именно Если она захочет, чтобы ты о ней позбеспокоилась Она даст тебе это понять Не сомневайся Да Надо было с самого начала догадаться Нацуки теребит свою книжку Она... Она очень много для тебя значит, да? Эээ... Слушай, не надо накручивать Мы просто сто лет с ней дружим И это нормально, беспокойся друзья Смотри, вот ты же обо мне беспокоишься, значит... Ничего подобного! Блин, раз с тобой все в порядке Так и хватит об этом Давай делом займемся Ладно, ладно Ну что, друзья? Через некоторое время Моника обращается ко всем членам клуба Может, покажем друг другу свои стихи? Я оглянуться не успел, как жизнь вошла в привычную колею Все идут за своими стихами И я следую их примеру Ну что ж, мы на этом, я так думаю, приостановимся И продолжим уже в следующей серии А пока на этом все С вами был Найт И если вам понравилось данное видео, то ставьте лайки Подписывайтесь на канал Комментируйте для этих видео с друзьями И всем до скорых встреч Всем удачи, всем пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok